Приветствую вас во второй части и мы продолжаем вязать пупсиком. Делаем кольцо амигуруми цветом тем, которым у нас голова. И закрепляем кольцо, в него набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь придерживаем колечко, стягиваем наше колечко. Теперь во втором ряду мы делаем в каждую петельку по прибавке. То есть провязываем по 2 столбика без накида в 1 петлю. Итак, провязали 1 петлю, во вторую снова 1 столбик, 2. Третью провязываем снова 1, 2 столбик. В четвертую 1 столбик, сюда же 2 столбик. В пятую 1 столбик, сюда же 2. В шестую 1 и сюда же 2. Сделали по прибавке. И в третьем ряду будем чередовать, снова делать 6 прибавок, но чередовать столбик без накида в 1 петлю во вторую прибавка. Столбик без накида, во вторую прибавка. То есть вторую провязали, третью просто столбик, четвертую прибавка, пятую столбик, шестую прибавка, седьмую столбик, в восьмую прибавка, девятую столбик, десятую прибавка, одиннадцатую столбик, и последняя прибавка, двенадцатая петелька провязана. Теперь у нас 18 столбиков без накида. И что мы делаем? Мы, получается, последнюю нашу прибавку немножечко прираспускаем, то есть вытягиваем, делаем полустолбик, берем цвет нашей ниточки, той, которая у нас туловище, у меня это желтая, и довязываем столбик без накида уже желтым цветом. Теперь, желтая у нас ниточка ходовая рабочая. Вот эти две ниточки ложим на вязание на наше, и продолжаем. Четвертый ряд, смотрите, провязываем четвертый, пятый, шестой и седьмой, то есть 4 ряда по 18 столбиков без накида. Если вы посчитаете, то это получается 72 петельки. Я буду сразу считать, чтобы не отмечать начало ряда, я буду считать 72 петельки. Итак, 3 я провязала после перемены цвета, и продолжаю. 4, 5, обрезаю ниточку, вот эту начальную нашу, начального цвета, и вот конец желтого у меня, я его тоже обрежу, она мне не нужна. Итак, провязали 5, теперь далее вяжу 6, 7, 71, и 72. Теперь, следующий ряд провязываем таким образом, столбик без накида, затем убавочка. Убавочку снова делаем за передние стеночки, провязываем столбик без накида. Итак, до конца ряда, столбик без накида, убавочка, столбик без накида, убавочка, столбик без накида, убавочка. Обязательно за передние стеночки, чтобы у нас было тайное такое сокращение, не видно было его. Снова столбик без накида, и опять же убавочка. Таким образом, мы сократим 6 петель в ряду. Снова столбик без накида, убавочка. Вот я довязала до конца ряда, а теперь снова провязываем, у нас получается, мы только что провязали убавление 8 ряд, с 9 по 14 мы провязываем столбиками без накида. И это снова 72 петелечки. То есть, считайте, 1, 2, о, 72 столбика без накида, простите, 3, 4, 5, 6, 71, и 72. Все, провязали все наши столбики без накида, а теперь я вам предлагаю наполнить. После того, как мы наполнили, делаем 6 убавлений подряд. Первое убавление, второе убавление, третье, четвертое, и пятое. Теперь последнее убавление, шестое провязали, а теперь я предлагаю вам вот так вот соединить переднюю и заднюю стеночки, и сквозь них провязать вот такие вот три соединительных столбика. То есть, первую стеночку вводите в первую петельку, затем во вторую, и вот так вот соединительные столбики провязываете. Один столбик, второй, как бы своего рода протяжки, и третий. Закрыли, таким образом мы сшили две стеночки, то есть, вот смотрите, получилась такая плоская, сшитая, закрытый наполнитель, вот так скажем. Теперь, после того, как сшили, делайте соединительный или воздушную петельку, давайте сделаем просто, и отрежьте ниточку так, чтобы можно было пришить. Итак, мы получили детальку-ручку. Таких деталек вам нужно связать две штучки. И вот так вот они будут выглядеть. И вот наши две детальки-ручки готовы. Последняя деталька перед сборкой нам осталось связать шапочку. Я буду шапочку вязать столбиками с одним накидом. В принципе, я вам скажу честно, шапочку можно вязать любыми-любыми узорами, как спицами, так и крючком. В общем, просто, чтобы у нас вот такая была шапочка, закрывала пол головы. Итак, я буду вязать ее цветом, тем, которым у меня, так сказать, костюмчик. Делаю кольцо мигуруми. Закрепляю. Делаю две воздушные петельки. Один, два. Теперь накид. И в кольцо я провязываю 12 столбиков с одним накидом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и двенадцать. Теперь придерживаем петельку и стягиваем наше колечко. Столбик с воздушными петельками за столбик не считается. Теперь делаем соединительный столбик в третью петельку. И теперь снова делаем две воздушные петельки накид. В тот же столбик основания, где у нас три воздушные петельки, в него же провязываем столбик с одним накидом. Теперь в каждую петельку провязываем по два столбика с одним накидом. Делаем накид и провязываем в следующую петельку. Один столбик, второй столбик с одним накидом. Снова далее один столбик, второй столбик с одним накидом. Снова один столбик провязываем, сюда же второй столбик. следующую петельку 1 столбик сюда же 2 столбик провязываем 1 столбик сюда же 2 1 столбик провязываем сюда же 2 1 столбик сюда же 2 1 столбик 2 столбик 1 столбик 2 столбик 1 столбик сюда же 2 столбик теперь довязали в последнюю петельку 2 столбика с одним накидом делаем накид и в столбик где у нас 3 воздушные петелечки основания делаем столбик с одним накидом третью петельку делаем соединительный столбик второй ряд провязываем снова делаем 2 воздушные петельки и теперь делаем накид и в столбик основания там где у нас 3 воздушные петли делаем 1 столбик с одним накидом теперь делаем накид и чередовать будем следующем ряду столбик с одним накидом далее во второй 3 бабочка столбик с одним накидом 3 бабочка и так я сделала столбик с одним накидом далее 3 бабочку сделала снова столбик с одним накидом далее 3 бабочка столбик с одним накидом следующую петельку идет 3 бабочка сюда же столбик второй с одним накидом. Далее столбик с одним накидом. Прибавка. Столбик с одним накидом. Далее делаем прибавку. Два столбика с одним накидом в одну петельку. Прибавка. Столбик с накидом. Следующую петельку. Прибавка. Столбик с одним накидом. Следующую петельку. Прибавка. Столбик с одним накидом. Прибавка. Тогда вяжите столбик с накидом до конца ряда. Закончили провязывать прибавочкой. И в третью петельку делаем соединительный столбик. Теперь в следующем ряду снова делаем 2 воздушные петельки, накид. И в столбик основания, там где у нас 3 воздушные петельки, делаем столбик с одним накидом. Теперь накид. И будем чередовать 2 столбика с одним накидом в 2 петельки. То есть каждую петельку, столбик с одним накидом. И в третью петельку будем делать прибавку. Снова 1 столбик с одним накидом. Второй столбик с одним накидом. В третью петельку делаем прибавку. 1 и сюда же второй столбик. Снова столбик с одним накидом, столбик с одним накидом во вторую петельку. Третью петелечку прибавка, 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 1 столбик, во вторую петлю второй столбик, третью петельечку прибавок делаем, 1 столбик и сюда же провязываем второй столбик с накидом. один столбик второй столбик и сюда же провязываем в третью петельку провязываем столбик с накидом два раза один столбик следующую петельку второй столбик и далее прибавочку делаем снова 1 2 прибавка 1 2 прибавка и так до конца ряда провязали до конца ряда последняя петелька у вас было с прибавочкой теперь делаем соединительный столбик третью петельку две воздушные петельки и провязываем ту же петельку основания столбик с одним накидом и теперь в каждую петельку провязываем по столбику с одним накидом каждую петельку один столбик с накидом и так провязываете до конца ряда провязали пятый ряд до конца делаем соединительный столбик третью петельку теперь две воздушные петли накид и в петлю основания один столбик с накидом провязываем а теперь будем чередовать три столбика с одним накидом в каждую петлю то есть три петелечки по столбику и в четвертую будем делать прибавочку два столбика с одним накидом в одну петелечку 1 и сюда же второй теперь снова один столбик следующую петлю второй столбик следующую петлю третий столбик и в четвертый столбик делаем по два столбика с одним накидом в одну петелечку и так провязываем до конца ряда довязали прибавки до конца ряда и делаем соединительный столбик снова делаем две петли подъема в один и тот же столбик делаем с одним накидом в одну и ту же петелечку и продолжаем каждую петелечку вязать по столбику с одним накидом затем в конце ряда снова в третью петелечку подъема делаете соединительный столбик снова две петелечки воздушные и второй ряд провязываете такой какой вяжем сейчас то есть по каждому в каждую петелечку по столбику с одним накидом петелечку в общем провязываете один ряд столбиками с одним накидом и второй ряд столбиками с одним накидом в каждую петлю далее соединительный столбик и не забивайте две петли подъема после того как довязали два ряда столбиками померите шапочку. Если она у вас хорошо ложится по голове куколки, то продолжайте еще вязать один или два ряда, сколько вы хотите, чтобы была высота шапочки. Если же у вас так идеально не ложится, а маленькая либо большая, то вам нужно в начале, там где мы вязали прибавки, в самом начале, нужно увеличить ряды. То есть, к примеру, мы закончили увеличивать чередованием два столбика без накида прибавка, два столбика без накида прибавка, затем провязали столбиками без накида без изменения, а затем три провязали столбика без накида прибавка, то вам здесь нужно довязать, если шапочка маленькая, еще один ряд, то есть, прочередовать три столбика без накида прибавка еще вот здесь, в начале, в донышке, а затем провязать столбиками без накида по ряду и сделать прибавление уже четыре столбика без накида прибавка 4 столбика без накида прибавка это кому если шапочка маленькая если же шапочка большеватая то наоборот уменьшите количество петелек прибавочных и в общем довязывайте если все у вас легло как у меня идеально то в принципе можете довязать еще ряд а то и два нашей шапочки и так вот я закончила провязывать высоту своей шапочки у меня получилось от макушки до начала в общем шапочки краешка 10 рядочков теперь у меня шапочка имеет такой вид незавершенности поэтому я ее сейчас буду обвязывать рачьим шагом особенность рачьего шага тем что провязывается не справа налево а слева направо провязывается поэтому где вы закончили вот ряд свой где у вас стык так сказать с него и начнем если вы не хотите можете в принципе так и оставить хотите можете рюшиками какими-то обязательно честно говоря рачьи шаг мне кажется более такой подходящий в общем делайте две воздушные петелечки и тыкаете крючок через одну петлю с правой стороны продеваете делаете полустолбик и завершаете столбиком без накида теперь снова одну петлю через петелечку делаем столбик без накида воздушная петля через петелечку Столбик делаем без накида. Снова воздушная петля. Через стыклю столбик без накида. В общем, и таким образом провязываем до конца этого ряда. То есть до вот этого стыка, с которого мы начали. После того, как закончили обвязывание рачим шагом по кругу, получилась вот такая замечательная шапочка. Далее сделайте соединительную петельку, соединительный столбик. И вытяните ниточку. Обрезаете, спрячете кончики. Теперь одеваете шапочку. Благодаря нашей обвязке она получилась такая немножечко туговатая по краям. Это нам плюс тем, что не будет спадать с нашего пупсика шапочка. В общем, получилась вот такая замечательная. Теперь вам осталось ее украсить чем-то. Либо бубончиком. Можете посмотреть в моих видео уроках, как сделать бубончик. Либо можете сделать цветочек. Также в видео уроках можете посмотреть, как сделает цветочек. И нам осталось пришить глазки, украсить и пришить ручки. И наш пупсичек, в общем, такой вот замечательный, готов. Я надеюсь, что вам понравился мой видео урок. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.